Всем привет! Сегодня я хочу снять для вас видео приглашение в наш совместный первоотшив, который называется «Такие девочки». Как вы уже поняли из названия, он посвящен нам, девочкам. Весна – отличное время для того, чтобы начать заниматься спортом, начать правильно питаться, планировать путешествия, заниматься саморазвитием. И именно этому посвящен наш проект. Совместный первоотшив – это такое мероприятие, когда вышивальщицы объединяются для того, чтобы вышивать какой-то определенный дизайн или серию схем, как в нашем случае, которые только-только вышли из программы. То есть эти схемы еще никем не вышивались, поэтому он и называется «Первоотшив». Срок проведения проекта с 13 марта по 30 апреля. Вступить можно в любой день до 30 апреля включительно. Для вышивки мы предлагаем вам 6 схем. Я сейчас вставлю их где-нибудь здесь, для того, чтобы вы могли ознакомиться и посмотреть. Организация такого мероприятия – довольно трудозатратный процесс, поэтому мне на помощь пришла замечательная девушка по имени Яна. К ней вы можете обращаться, как и ко мне, по всем вопросам, касающимся этого проекта. Итак, давайте же перейдем к правилам участия в нашем СП. СП проводится в группе Candy Frame ВКонтакте и в моем аккаунте в Инстаграме. Все необходимые ссылки будут, как обычно, в описании под видео, поэтому обязательно его разверните и подробно почитайте. Для того, чтобы вступить в совместный проект ВКонтакте, нужно первое – быть подписчиком нашей группы Candy Frame. Второе – сделать репост записи о совместном первоотшиве. Эта запись закреплена и находится в самом верху, вы ее не пропустите. Для проекта создан отдельный альбом в нашей группе, и как только вы сделали репост, вы заходите в этот альбом, выбираете схему, которая вам понравилась, и пишите в комментариях о своем желании поучаствовать. После этого я отправляю вам схему, а вы ее вышиваете. После того, как вы закончили вышивать первую схему, выкладываете фото готовой работы в соответствующий фотоальбом, и приходите за второй. Как только вышли вторую, схема повторяется. Выкладываете фотоальбом, приходите за третий, выкладываете фотоальбом, приходите за четвертый и так далее. Но все эти схемы можно получить бесплатно только до 30 апреля. Поэтому сколько схем вы вышлете в ходе нашего совместного первоотшива, зависит только от вас, хоть все. Не могу не отметить важный момент. Чтобы я могла беспрепятственно отправить вам схему, пожалуйста, удостоверьтесь, что ваши личные сообщения ВКонтакте открыты. Будет еще лучше, если вы добавите одного из кураторов проектов в друзья. Для того, чтобы поучаствовать в совместном первоотшиве в Инстаграме, нужно обязательно быть подписанным на наш аккаунт candy.frame, найти запись от 13 марта в нашем аккаунте и выбрать понравившуюся вам схему. Написать в комментариях номер этой схемы, которая вам понравилась, или название, и адрес вашей электронной почты. Адрес электронной почты можно также отправлять в Директ. Я его читаю, поэтому вас не пропущу. Репостов делать не нужно. Я знаю, что многие девочки стараются аккуратно и красиво вести свои аккаунты в Инстаграме, и я бы не хотела нарушать гармонию их аккаунтов и усложнять поиск готовых работ по хэштегу, поэтому репостов никаких делать не нужно. Как только вы вышли полученную схему, радостно делитесь фотографией готовой работы в своем аккаунте. Не забудьте поставить соответствующие хэштеги или отметить меня на фотографии. После этого получаете вторую схему, если захотите. И дальше по кругу. Ну, принцип вы поняли. Все, вот такие простые правила участия. Прежде чем я расскажу вам о подарках, давайте разберем популярные вопросы, которые возникают у участниц в самом начале СП. Первый вопрос, который задают, нужно ли платить за схему? Нет, не нужно. На всем протяжении совместного проекта схемы предоставляются бесплатно. Участие в нашем совместном проекте также бесплатное. Поэтому, если вдруг кто-то вам будет писать о том, что нужно где-то что-то заплатить, чтобы куда-то вступить, игнорируйте эти сообщения, проходите мимо, не обращайте на них внимания. Второй по популярности вопрос, сколько времени дается на отшив схем? Я думаю, вы уже поняли, что конкретных сроков по отшиву схем нет. Вы можете вышивать с удобной для вас скоростью. Важно здесь только то, что вторую схему и все последующие вы можете получить только после того, как закончите вышивать предыдущую схему. Полученную схему вы можете вышивать в любое время, даже после окончания совместного первоотшива, как захотите. Третий вопрос, вышивать нужно строго по ключу или нет? Ответ нет. Вы можете выбирать материалы, те, которые вам нравятся. Берите нитки, какие вам нравятся, берите основу, какая вам нравится. Нет никаких ограничений. Схемы разработаны таким образом, что даже если вы не попадете в цвет, вы все равно получите хороший результат. Также допустимы замены. Хотите вышивать брюнетку вместо блондинки? Пожалуйста. Хотите заменить цвет майки с зеленого на розовый? Пожалуйста. Любые изменения приветствуются, и они ни в коем случае не испортят внешнего вида вашей готовой работы. Но все-таки давайте без фанатизма старайтесь подбирать цвета, которые будут сочетаться между собой. Еще один вопрос. До какого числа я могу вступить? Еще раз напоминаю, что в проект можно вступить в любой день до 30 апреля включительно. Небольшая просьба. Если вы уже записались на участие в Инстаграме, то, пожалуйста, не записывайтесь ВКонтакте и наоборот, потому что это может внести некий хаос в нашу организацию, и лучше этого не делать, чтобы мы не запутались. Если среди тех, кто сейчас смотрит это видео, есть желающие поучаствовать в нашем совместном проекте, но вы не зарегистрированы ни ВКонтакте, ни в Инстаграме, вы можете оставить заявку прямо под этим видео в комментариях. Для этого напишите название схемы, какая вам понравилась, и адрес вашей электронной почты. Если вы не хотите афишировать вашу электронную почту, можете написать мне сами, и уже ответным письмом я пришлю вам схему. Ну а для этого вы должны быть обязательно подписаны на мой YouTube-канал. Ну а теперь перейдем к подаркам. Мы решили награждать наших участников по номинациям. Пока мы придумали 4 номинации, но возможно это количество увеличится в ходе СП. Первая номинация – самая шустрая иголочка. Как вы уже поняли, здесь победит та участница, которая с самой первой вышьет одну из схем. Вторую номинацию мы назвали «Все мое-мое-мое». Приз достанется тому, кто вышьет самое большое количество схем в ходе нашего совместного первоотшива. Третья номинация называется «Фотофиниш». Здесь мы с помощью народного голосования определим, кто же у нас лучше всех фотографирует готовые работы. Ну и последняя на данный момент номинация называется «Ол-инклюзив». Она для тех, кто не только быстро вышивает, но еще и успевает оформлять свои работы. Среди оформленных работ мы также выберем лучшую, а ее автора наградим. Чем же мы будем награждать? Начнем с того, что каждый участник, вне зависимости от того, сколько он вышел в схем и как быстро получит бесплатно еще одну схему из этой серии. Эту схему я вам еще не показывала, и она будет сюрпризом для каждого из участников, но я уверена, что она вам понравится. Что же касается победителей в номинациях, они дополнительно к той схеме получат возможность выбрать одну схему из всего ассортимента, представленного в моей группе. Также от лица CandyFrame мы отправим им тематические открытки. Такой небольшой символический подарок, но с теплом и большой благодарностью за ваше активное участие. Особенным призом мы отметим победителя в номинации «Все мое, мое, мое». Мы исполним одно желание этого победителя. Что это значит? Я нарисую схему по рисунку, который победитель давно хотел видеть в крестиках. Эта схема будет идти в подарок всем, кто совершает покупки в моей группе ВКонтакте или в Инстаграме. Есть определенные требования к рисунку, но это мы уже обсудим непосредственно с победителем. Вы станете частью CandyFrame. Благодаря вам покупатели будут получать дополнительные бонусы. Разве это не здорово? Есть большая вероятность того, что в ходе проведения мы придумаем еще несколько номинаций и дополним список подарков другими приятностями. Поэтому приглашаем вас к участию, если вы до сих пор этого не сделали. И на этом все. С вами была Марина. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас возникли какие-то вопросы или пожелания, обязательно напишите их в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok